Издалека видно, это стадо животных в недоумении. Бурюнки пришли на привычное место водопоя, но вместо него теперь широкий берег реки Печенжидзе. А рядом новый солидный мост, строительство которого закончилось буквально пару дней назад. Движение по нему торжественно открыли в присутствии губернатора. Радость великая у нас сегодня. Я здесь только ходу, спасибо. Для местных это действительно радость. Крупный путепровод связал два сельских поселения – Тошминское и Великодворье. Раньше с одного берега на другой жители переправлялись по старенькому деревянному мосту, который прошлой весной в Половодье затопило. Оборвалась единственная связь с районным центром. Людей перевозили на лодке, причем одной на оба поселения. А вот для переправы грузов и вовсе изобрели особый способ. Надо было отправить на молокомбинат в Вологодске 8 тонн каждого ежедневного молока. Закупили шланги. И по кустам, вот тут, все было затоплено на лодке. Мы привязывали к кустам этот шланг. С этой стороны молоковоз с Вологды приходил, стоял. И насосами перегоняли по шлангам. После того, как этот поводок случился, мост совсем уже у нас стал страшный. Понимали, что он долго не простоит. Надо было что-то делать. И мы писали письма в департамент. И может, действительно, вот это печальное такое событие. И, может быть, и помогло нам тоже обозначить эту еще раз проблему. И доказать, что строительство моста необходимо. На строительство нового моста из дорожного фонда выделили 83 миллиона рублей. По мнению местных властей, это важный объект, который даст новый толчок для развития Тотимского района. Со своей стороны, конечно, мы, как администрация района, как районная власть, берем обязательства по развитию территории, которые находятся далее за этим мостом. Наша задача, чтобы деньги, которые здесь освоены, это большие деньги, порядка 86 миллионов рублей, они были эффективно, на самом деле, освоены, они дали эффект для развития экономики Тотимского района и Вологодской области. Строительство и восстановление дорог сейчас задача номер один. А потому до конца следующего года в области отремонтируют еще 16 деревянных мостов. В их числе переправа через реку Стрельню в Великоустикском районе и мост через реку Юг в Никольском районе. Только на федеральные трассы в 2013 году, на ремонт федеральных трасс выделено более 4 миллиардов рублей. Более 4 миллиардов рублей выделено на региональные и муниципальные дороги, их ремонты, их техническое обслуживание и строительство. Поэтому задача, которая поставлена перед строителями, успешно выполняется. Тачмичи же масштабы уже оценили. Впервые за 20 лет сезонную непогоду они ждут уже не с ужасом, а скорее с любопытством. Алена Шипилова, Алексей Романов, новости Вологды из Тотимского района.